Добрый день. Мне кажется, что в этой ситуации, наверное, было бы уместно начать с стихотворения, написанного вечером 19 февраля. Наверное, будет понятно, в какой связи. Эпиграф у этого стихотворения из Галины Рымбу, он надевает каску и щит, и шепчет огонь. Кто стоит в огне, тот сам станет огнём. Кто сам стал огнём, тому не страшен огонь. Утром вставай за тех, кто превратился в огонь. Кто на рассвете бросит к твоим ногам чёрное жало, вырванное у смерти. Второе стихотворение, точнее, такой длинный цикл, называется «Ни деревьев, ни поездов, ни собак». Река, река, река её. Географическая звуковая карта. Вода, речная пение её. Река, реки и звуковое место. Вода, 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 речная кровь ручных. Музыкой льётся лёд, его идут полки. Вперёд полощутся, его идут знамёна. Подлай свисающих, висящих. Без сна во сне течёт вода реки рекой. Её напряжена запружена аорта. Закупорен сосуд её скудельный. Волга? А, нет, не Волга. Мама? Да какое там? Вы с ума сошли? Река, реки, течёт рекой. Такая кровь, какая медь. Какой такой щенок сосуд? Какая мама, кама, кама звук? Падает, падает, обрушивается, распадается, распадается, разрушивается, обрушается. Вот, собственно говоря, и всё. А ты говоришь, река, Волга, Маркшейдер, медь, кровь, кама, оркестр, Медленно лесная пехота, тромб, расшумелись, плакучие ивы. И с трудом произносишь. Куда идти? Никуда-то. Некуда идти-то кругом. На все вокзалы, всех городов. Одновременно, повсеместно. Прибывает вода. Ручных. Ледоход ликующих. Рассекаемых. Это всё инерция языка, матросская тишина, и небесная вышина, и звёзды Кремля. Ну чего, значит, что ли, давай, солдатик, не стесняйся, чего ты, тебя уже ничего. Отлетай с горсти, и лети не остановят, да не бойся ты, небо. Над ней тоже уже два пятьдесят един, висит над ней потолок. По нему блоки чпок, без конца таракан и цок. Некуда, значит, падать. Вот речка у речки, печка у печки, течка у течки, кама у камы, Волга. И всё это ненадолго. Всё это заканчивается. Всё это скоро закончится. Всего этого скоро не будет. Всё закончится относительно скоро. Мир, как мы его знаем, его звуковое место. Скоро уже здесь никого из, ни одного. Первая река запоёт рекой, и над реками взорвётся вторая река, Над медленно оседающим в снег добровольцем бескрайным. Как вода прибудет, так всего этого и не станет. Только вода прибудет, а этого ничего не будет. Воет воем под ранком, нефка собачья, Понад краем зимы, непривычно короткой, И взмывает фонтан из-за орты фонтанного бывшего дома. Пустого. Дело в том, что и язык нашего мира, и мир нашего языка, И верные висы наши, и горячие наши сторожевые собаки, Всё это скоро закончится. Всему этому пора. Вот наш мир, и над ним потолок курок, Два пятьдесят блоха, чпок, таракан, цок. Скоро ничего из этого здесь не останется, Скоро ничего этого здесь не станется. Как вода прибудет, так всё это исчезнет. Река, 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 вода, урок, река, изюм, цурюк, творог, Наш мир, блоха, прыг-прыг, продрог на потолок. Цок-цок. Я хотел объяснить по-настоящему ясно. Я всегда хочу объяснить по-настоящему ясно. И всегда безнадёжно запутываю цок-цок. Но ещё раз, ничего этого скоро не будет. Ни языка нашего мира, ни мира нашего языка. Мы уже по пояс. И она прибывает. Висы лают. Тромб оторвался. Текст с эпиграфом из Майкла Палмера. Write this. We have burned all their villages. Пишите так. Конфедерализация, конфискация, перекоп, Крым, отшлюз. Транскрипция. Ну а как? Он даже туда не собирался. Просто пошёл за компанию. Пишет так. И к тебе вдруг цепочка, змея сквозь воду. И выхватывает соседа. Почему сцилла ты скогтила его, а не другого? Наполнили три автозака. Остановились. Дальше смотреть, видится. Не за что, не за что. Ничего. Пишите так. Почему сцилла? Посмотрим. Увидимся ещё. Сцилла, сула, сука, записка. Возраспухающий интеррекс. А ты объявлен уже. Предписан. Возъяснили тебе. Пишет так. Остальные стоят бояться. И я боюсь. Потому что, вот, блядь, все вы рассчитываете на кого-то вроде меня. 50 килограмм весом, 152 с половиной, ростом. Меня разве только на них подкинуть, и я, может, успею в полёте. Остальные стоят. Остальные стоят. Остальные стоят. Человек может 500. Я не знаю. Пишите так. Ты уже оглашён, вывешен, транскрибирован, транслитерован, раздет. Притворён, освежован, пересказан выпуском новостей. Одного сгубил большой дом. Второго сад возле дома. Третьего тёплое купание. Мог ли предположить? Купание. Да вообще. А ведь вот же. Пишу так. Оглашён, избит, выброшен голом, выпростен, выпущен, как и он, а в предрассветные минус 30. Из прокуренного, простуженного, родного, из бессонного, нежелающего остыть коммунального одеяла кухонной темноты. Из газовых сумерек чужого угла. Где горбом громоздится, хрипит старуха, обормочет, перхает, голодомор, беломор. Продолжаю писать так. Вот детей это мы ей рожаем, приносим. Ты не знал? Видишь девочку, мальчика, видишь? Косточки, видишь, крылья, хрящи, лопатки. Вываренные пальчики, суставы, коленки. Разваренные всплыли со дна. Поверху плескаются, хороводятся. Тарелка-то большая, немецкая. Трофейная досталась, отсекра. И суп вкусно пахнет едой. Ужином, уютом, теплом. Пишет так. Теперь пойду в ополчение. Сколько же это возни с тобой. Да мы всему нашему огромному миру Тебя раздвинем, продемонстрируем тебе Оскорбленному газетному скарбу. Вытащим тебя на свет, аскориду, гниду. Заберем тебя, распишем, приговорим. Ополчение тоже. Ну и транскрипции, ну и транслитерация. И врать будем на пропалую. Не без того. Микус Петий, кажется, выпускают. Пишите так. Вырублены сады легких вещей. Прежде вольно отпущенных. Сожжены дома безучастных. Выхвачен, разглашен, обобран еще один. И передан дальше. Он даже туда не собирался. Просто пошел. Остальные стоят. Как остальные стоят. Пишите. Их города стоят на гноящихся, перебитых лапах земли. Каждый из них. На раздавленных, шевелящихся людях, не умеющих закричать от боли. Но мы не сумели сжечь их города и не освободили ни одного раздавленного. Мы не стали сжигать их дома со всеми, кто находился там. Мы не стали сжигать их суды со всеми, кто находился там. И мы не освободили ни одного человека. Пишите так. Пишите так. Пишите так. Пишите так. Остановилось небо. В небо смотрят, высматривая истребители рассвет. Нам речью речь была, пока ее под утро. И отреклись потом на утренней линейке. Но молоко войны само находит нас. Нас лежит волчьим темным языком. И фыркая ложится рядом с нами. Оно лакает нас, а мы его взахлеб. И, Господи, насколько же вкуснее. Наверное, не зря мы отреклись. Они забрали нашу речь и увели к себе стеречь. Нам не верили плакать и скулить, но вот она вернулась извинеть. Бежим скорее маме открывать. Бежим скорее распахиваем дверь. А там война стоит столбом и держит банку с молоком. И тут мы как-то школьную линейку и сердцем опускаемся под землю. Но вот же лапы, запах и язык, как мы втроем лежали прижимаясь. И молоко лакало нас во сне, и снова нас нашло само по следу. Мы говорим тогда, война, война, война. Чего ты мнешься на пороге, не заходишь. Чего на лестнице стоишь, как неродная, мы говорим привет. И вот она, привет, заходит сквозь, проходит нас на вылет. Никто не будет лишним под землей. И говорит, ты справишься, чего ты? А он ей, ну какое там, послушай, о чем у нас в саду листва болтает по вечерам, когда мы засыпаем. И говорит, мы поздние солдаты, мы яблоки, родители деревьев. А он ей, сумасшедшая, родная, война закончилась, уже мы уцелели. Пускай листва о нас бормочет и поет, не справились, расстались и погибли. Но нет, еще мы яблоки друг друга, и яблоки, и косточки друг друга, вооруженные родители деревьев. И говорит, любимый, эта темнота, еще нам предстоит. Но ты ее не бойся, мы справимся, мы вместе навсегда. Это фрагмент длинного цикла, который называется «Стихи из книги». И скажи нашей невесте, кино начинает с описания эпизода «Октябрь 4». Года прошло, начинает свою пляску чего-то. И скажи этой девочке, и нашей маме скажи. Как известно, Стивен Кинг начинает. Стивен Кинг, Стивен Кинг, Стивен Кинг. С описания пляски «Дэр Тотт», случившейся в кинотеатре «Орленок», «Лети». Выше солнца описано, упомянуты миллионы ребят. С описания эпизода, эпизод в котором «Октябрь 57-го». И кино, и кино, и нас, любимая, ожидают птенцы-птиц. Как известно, Стивен Кинг начинает книгу. Одну свою книгу про танцы, танцы с описания эпизода, одного эпизода. Случившегося в одном кинотеатре в Сокольниках. Вот оно, любимое, это кино, и нас ожидают птенцы-птиц. И скажи им, что мы за них. Как известно, все фильмы начинаются в кинотеатрах, но книги сквозь ветер, снег. Друг молодой «Орленок», скажи же, что нас ожидает, нас ожидает, нас ожидает. Дэр Тотт, Дэр Тотт, Дэр Тотт. Стивен Кинг, Стивен Кинг, Стивен Кинг. И миллионы ребят, и кино, и кино, и кино. И Дэр Тойт, и Стивен Кинг, и скажи ему же. Танцы, танцы, сокольники, эпизод, кино, снег. И Малихамовис, пик-пик над нами. И скажи ему, мы за них. Это кино, это оно. И скажи ему, мы знаем, что нас ожидает. Мы действительно знаем, что нас ожидает и кино, и снег. И Дэр Тойт, и Дэр Тойт, и Дэр Тойт. Положи, он пишет свою ладонь на моей ладони. Пересчитай растерянных. Все прошло. Положа руку на сердце, ответь. Не ты ли там был? Не тебя ли мы видели? Не тебя ли, не ты ли, пустой рукой проверял, не болеет ли, не горит ли? И говорил, а, ерунда, к утру все пройдет. Все прошло. Пересчитай растерянных. Раздели, раздень, вычтем. Положи наши ладони. Лицами кверху и другими лицами. На восток. Все прошло. И ты там был. И мы были там. Вещи мира, слишком слабые вещи. Существа его, слишком малые существа. Мало кому заметные, но всегда лишенные утешения и покоя. Малые существа, беспокойные и бескрылые вещи. Шаткие, обескровленные, бессонные, потерявшие сон. То есть мы, занявшие оборону, мы, стоящие с нами, со слабыми, старыми, поломанными вещами наперевес. Мы, существа наших вещей. И мы, вещи наших существ. Мы, подвижные, бескрылые, незаметные. Мы, шатающиеся, потерявшие сон. Мы, говорливые, слабые, мельтешащие. Никогда не спящие, вообще не знающие покоя. Существа утешения. И плачущие, совершенно безутешные вещи. Покоя. Следующий текст не имеет никакого отношения к Джармушу. Очевидно, это просто фраза из воздуха. Да нет, какие любовники выживут совершенно случайные, не имеющие никакого отношения ни к друг другу, ни вообще к чему-либо. Среди прочего смысла истории в том, чтобы выжили только совершенно чужие. Только совсем случайные. Вообще. Никакого. Они, случайные, выжившие, чужие, пока не кончатся дни, будут видеть во сне свою, своего, как вот Надежда Яковлевна в буфете гостиницы в том последнем сне, где он уже не пришел, где некого уже было спросить, что случилось. Она стоит и не знает, куда нести только что купленную чудом еду. Она так и пишет. Я поняла, что не знаю, куда нести все это добро. Потому что не знаю, где ты. Выживать только случайные. Неродные первое время сталкиваются иногда, не замечая друг друга, разбирая завалы. Немногие сходятся позже, десятилетиями живут не расписываясь, потому что, а вдруг, некого же спросить, что случилось. Если что, куда, кому, как они понесут еду и одежду. Поведут подросших детей, собаку, подобранную щенком. Да нет, какие любовники. Ты послушай себя о чем-то. И последний из этого цикла. И расскажи нам о радости тела, горящей и происходящей, и о горе бездомном горячего бывшего прежнего тела. Расскажи о песчинках шах-хата, о диких степях Забайкалья, о пространствах отчаяния спальных бессонных районных. Расскажи о воробушке, что остался без тела. Каково это? Встать своим собственным будничным телом, но светящимся, дремлющим, сонным и не знающим более. Я хотел бы, и вот я пытаюсь не думать об этом. В те моменты, когда это происходит, но знаю, я всегда знаю, когда это происходит. Или не происходит. И когда это происходит, я стараюсь не думать об этом, а думать о том, каково это, остаться без тела. Я хотел бы остаться без него, происходящего по собственной воле. Без того, что растет, выпрастывается, вырастает, поднимается изнутри повторяющегося события, о котором я не могу не думать, как бы я ни старался. Выпадает ласточка из небес, происходящее длится. Невозможно, незабываемо, неотвратимо, неподалеку. Будем жить, пока живы, пока цветы рождаются, говорятся, в пустоте несказанной, в степи невместной, безвестной, тесной. Фурии ласковой и Аврелий верной. И ты с незрячим зверьком, и Мурза, смелькнувшийся случайно своей зрячей, видящей милосизой, все остались без тел, но происходящее говорит, все еще говорит временами, со всеми нами, словами. Я, воробушек, говорит, представлял себе все, всякий раз, когда ее тело было, летело, пело. Нет, не стать никогда слепящим пустым пробелом человеческого удела, полуслепым, оборванным, без боли осиротелым, обобранным, оскуделым, потому что происходящее осязаемо, представимо, потому что непредставимое, видимо, различимо. Здравствуй, острая белая роза, чумная, сквозная, что над миром сбывается свыше надежды и меры. Помолчи мне о боли, горящей и происходящей, о бессонном, кипящем событии отождествления. Помолчи мне о лезвии, проникающем, раскаленном. Иргиз. Пигров из «Плача по Иргизу». Дождались и мы жестокой зимы, выслали нас без всякой вины. Дождалась нас невиновных зима, крылышки простерла, руки стерла сама, сама. Время наше – медленнее реки. А пропиталась с нами по горло, прошло и само. Вот оно, закутанное, в молчании вместо пений. Мимо летучие мыши идут в обмотках. Деревья здесь уменьшаются. Затыкают птицы рты проходящим. Идет прохожий, рассматривая предметы в слезах. Вещи его отворачиваются от него. Предметы опускают глаза. Взбиваются воробьи в черное стадо. Машут полустертыми уже крыльями. Летят за море от нас, рассказать, что уж нас тут нету. Одна зима. Плывет поперек дорог, фыркает. А повсюду летает, поет, ползает. Новое вранье, голодное, храброе, по-плохому, бесстрашное, отчаянное. Вгрызается в человека с изнанки. Разрастается, разгорается. Угрюмым огнем всех огней, всех дней. Пой собор улетающих птиц, а погибшим потлелом, невзираемым, нестречаемым, назови мне прибыстрая уза, направлений рек и ручьев, и ветров, что расселись повсюду, галдеть и глазеть, без любви. Некрасивую нашу, бедную, бывшую, черствую землю. Целый свет нам отечества, но и в нем нет убежища. Крылышки постирала зима сама, новая на дело пришла, смотрела, воссела, воссела, весела, непостижимо пела. Я сожгла все, что можно было сжечь так или дотла. Я сожгла все, что вы любили, и всех, кого любили, сожгла. Я воссела над вашим бывшим. До вас пришла временем. Подползают к ней, польстившиеся под петь, не поднимая глаз от бывшей своей земли. Так поют. Разгрызает с изнанки огонь своего человека. Разгрызает огонь человека изнанку немую. Разгрызает себя человек до изнанки безвидный. Разгрызает изнанка изнанки огонь человека. Дождались и мы жестокой вины. Выслай нас без всякой войны. Время пришло, пропитало с нами, пошло горлом, стало горем, горечем, заговорило с нами о детях.